На своих экранах вы видите оперативную съемку задержания 21-летнего мужчины, обвиняемого в содействии террористической деятельности. По данным следствия, в период 2 апреля по 17 мая 2016 года уроженец Республики Даджикистан, находясь в городе Твери Тверской области, общался посредством социальной сети с мужчиной, который находится на территории Сирийской Арабской Республики и участвует в деятельности Международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории Российской Федерации, при помощи социальных сетей публично призывает к осуществлению террористической деятельности. По просьбе своего собеседника, молодой человек начал оказывать ему содействие в террористической деятельности в связи с установлением местонахождения 21-летнего мужчины в городе Вязьма Смоленской области следователем Следственного комитета, сотрудниками ФСБ России по Тверской области, был осуществлен выезд в данный населенный пункт, где в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных во взаимодействии с управлением ФСБ России по Смоленской области, злоумышленник был задержан и допрошен. Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета, избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражем. Расследование уголовного дела, направленное на установление всех обстоятельств совершенного преступления, продолжается. 21-летнего парня задержали в городе Вязьма Смоленской области. Операцию проводили сотрудники УФСБ России по Тверской области совместно со следователем Следственного комитета при взаимодействии с УФСБ России по Смоленской области. Спасибо ФСБ России за что спасли мою жизнь. Не допустили, чтобы я уехал в Сирию воевать. За Вожским межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета в отношении обвиняемого уроженца Республики Таджикистан возбуждено и расследуется уголовное дело. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 и частью 2 статьи 205 УК РФ «Пособничество в организации деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжается.